Священная история глазами великих художников В проекте «Краски Библии» Начало 17 века было счастливым временем для нидерландского государства, которое обрело наконец столь желанную независимость республики в момент революции. Народ ликовал, празднуя окончательное избавление от нестерпимого иго Испании. Начался Золотой век Голландии, период расцвета в экономике, науке и искусстве. В это-то время жил и творил один из величайших художников всех времен, непревзойденный мастер светотени, гений и новатор. Речь идет, разумеется, о Рембрандте. Рембрандт Харминс ван Рейн родился в голландском городе Лейден в 1606 году в довольно зажиточной и очень дружной семье Мельника. Рембрандт был шестым и весьма желанным ребенком. Его мать была дочерью пекаря и разбиралась в кулинарии, поэтому семейный стол изобиловал вкусными явствами. Отношение Рембрандта к матери было весьма трепетным до конца жизни. Он не раз писал ее портреты, а также изображал ее на полотнах с библейскими сюжетами. Отец позаботился о хорошем образовании для юного Рембрандта. Однако мальчик не пожелал пойти по стопам родителя, избрав стезю художника. И родные поддержали его в этом намерении. Довольно рано его отдают обучаться художественному ремеслу. Три года он постигает основу мастерства в родном Лейдене, а после еще шесть месяцев учится в Амстердаме. Затем в родительском доме Рембрандт открывает свою первую мастерскую, где трудится вместе с другом и начинает получать заказы. Его первая большая картина – «Избиение святого Стефана». В это произведение он вкладывает все свое мастерство. После долгих раздумий Рембрандт решает продолжить карьеру художника в столице и в 1632 году возвращается в Амстердам. Именно здесь к нему приходит всеобщее признание. Картина «Урок анатомии доктора Тульпа» была первым полотном, принесшим художнику успех. Для мастера началось самое благополучное в его жизни десятилетие. У него появилось множество учеников, собственная школа. В этот период им написаны такие шедевры, как «Поклонение волхвов», «Христос во время шторма на море Галилейском», «Жертвоприношение Авраама», «Пир Валтасара», «Ослепление Самсона», «Воскресший Христос» является Марией Магдалине. И здесь же, в Амстердаме, Рембрандт знакомится со своей будущей женой, Саски Иван Эйленбюрх, дочерью богатого Бюргера. Хотя этот брак и позволил Рембрандту получить статус жителя Амстердама, а также войти в гильдию столичных художников, его все же никак не назовешь браком по расчету. Рембрандт действительно горячо и искренне любил свою супругу, и она также отвечала ему взаимностью. Достаточно только посмотреть на многочисленные портреты Саски, написанные с такой нежностью и восхищением, что просто невозможно усомниться в их взаимной любви и привязанности. Однако их семейному счастью не суждено было продлиться долго. Один за другим у Ван Рейнов умирают трое детей в самом раннем возрасте, а вскоре заболевают туберкулезом Саския. Рембрандт все меньше занимается живописью, пытаясь заработать на торговле произведениями искусства. Он теряет заказчиков, терпит нужду, и в конце концов художнику приходится продать дом, который они с Саски когда-то вместе выбирали, и перебраться в более скромное жилище. Измученный болезнью Саския умирает, оставив Рембрандту девятимесячного сына Титуса. Это был их четвертый ребенок, единственный переживший мать, и кто стал отрадой и поддержкой отцу. Рембрандт рисовал сына еще мальчиком и взрослым парнем, во время учения, за чтением, в монашеском одеянии, и всякий раз с большой любовью. В тот же год, в который умерла Саския, Рембрандт пишет одну из самых известных и выдающихся своих картин – «Ночной дозор». Это был заказной групповой портрет. Но заказчики не оценили работу, подвергнув резкой критике новаторский подход автора. И для Рембрандта начался тяжелый период, когда он практически перестал получать заказы, его покинули почти все ученики, успеха и популярности будто и не было. Но Рембрандт не изменял себе, несмотря на крайнюю трудность своего положения. Он никогда не следовал за веяниями моды, не подстраивался под настроение общества и даже под требования заказчиков. Он всегда искренне искал свой путь, писал так, как подсказывало сердце. Жизнерадостное искусство Рембрандта 30-х годов сочетало в себе опыт мастеров Возрождения и барокко и новаторский подход к классическим сюжетам. С 40-х годов художник отказался в творчестве от театральных эффектов, в его живописи усилилось мистическое, созерцательное начало. Нередко художник обращался к образу своей второй жены, Хенрике Стофельс. Очень часто писал автопортреты в самых различных позах, костюмах и образах. Это не было самолюбованием. Просто собственный образ – самая доступная натура для портретиста, которому нечем платить натурщикам. Рисуя себя, Рембрандт мог свободно экспериментировать с мимикой и гримасами или же погрузиться в самоанализ. Вторая жена родила Рембрандту двоих детей. Их первый ребенок, мальчик, умер в младенчестве, а дочь – Корнелия, единственная, которая пережила своего отца. В 1656 году Рембрандт ван Рейн объявляет себя неплатежеспособным и просит о передаче своего состояния кредиторам. Вскоре вся обстановка их с женой дома была продана с аукциона. Им приходится перебраться в бедный квартал, который позднее заселится евреями-эмигрантами, многие из которых станут художнику друзьями и будут позировать для его картин. Можно ли отыскать лучших натурщиков для картин на сюжеты из Ветхого Завета и Евангелия как непредставителей Божьего народа, потомков тех евреев, которые были непосредственными участниками библейских событий? Очень медленно жизнь начинает налаживаться. Рембрандт даже получил от мэрии Амстердама свой самый большой заказ – гигантскую картину «Заговор Юлия Цивилиса». Но снова художника настигают беда за бедой. В 1663 году, в сорокалетнем возрасте, умирает его вторая жена Хендрикия. А в 1668, вскоре после своей свадьбы, скончался Титус. Увы, этот бледный юноша с большими темными глазами прожил на свете лишь 27 лет и тоже покинул несчастного Рембрандта, умерев, вероятно, от чумы. Его молодая жена также в скором времени почила, оставив круглой сиротой дочку. Но ничто и никогда не могло остановить творческий порыв Рембрандта. Даже несмотря на ухудшение зрения, Рембрандт продолжал писать. Своеобразным итогом его творчества стал холст «Возвращение блудного сына», изображающий знаменитую притчу Христа. Похоже, что эта картина стала его исповедью, покаянием, завещанием. Не исключено, что в «Блудном сыне» художник видел себя. Его жизнь была полна бурными страстями, поисками, страданиями и надеждой. И все же он верит, что подобно отцу в библейской притче, Бог принимает покаяние своих детей с великой любовью и милосердием. Умер Рембрандт в октябре 1669 года в возрасте 63 лет. Нотариусу не пришлось тратить много времени на составление описи имущества художника, которое оказалось очень краткой. Всего несколько предметов одежды, кое-какие принадлежности для написания картин и, конечно, Библия. В истории голландской живописи 17 века трудно найти более духовно проникновенного художника, чем Рембрандт ван Рейн. Он был чуть ли не единственный художник в стране, кто обращался к ключевым сюжетам священного писания. Дело в том, что на религиозных картинах в те дни было весьма нелегко заработать, разве что писать картины для себя самого. И Рембрандт с удовольствием писал их для себя. Он писал сцены из Ветхого Завета, подбирая персонажей с трагической судьбой, чтобы передать зрителю их духовную борьбу и подвиг веры. Его произведения, посвященные евангельской теме, также отличаются духовной проникновенностью, глубиной эмоций, тематическим многообразием и колористическим мастерством. Для Рембрандта было очень важно показать, изобразить глубину веры, глубину молитвы, духовные переживания людей. Он пишет и пишет портреты пожилых людей. Эти знаменитые рембрандтовские старики не просто сидят и позируют ему, они явно молятся. Живописец, несомненно, был глубоко верующим человеком. Все его творчество – это постоянное и глубокое размышление над Библией, которое, как вы уже поняли, являлось его настольной книгой. Всего за свою жизнь Рембрандт создал около 350 картин. Из них около 160 на библейские темы. А также 80 афортов и более 600 рисунков также вдохновлены Библией. И это при том, что спрос на такие произведения, как я уже упомянул, был весьма невелик. В те трудные для художника годы, когда заказы перестали поступать и денег хронически не хватало, он вновь и вновь пишет библейские сюжеты. Столь великий интерес художника к книге книг можно ли объяснить как-то иначе, нежели его неподдельной верой в истинность и актуальность Библии. Рембрандта можно было бы назвать иконописцем протестантства. Есть нечто общее у его картин с иконами. Например, то, как Рембрандт понимает и изображает предстояние человека перед Богом. Кроме того, он удивительно работает со светом. Свет на его полотнах – это свет, льющийся изнутри образа. Эффект как раз-таки присущий иконе. Это свет, который выхватывает в портрете лицо и руки или какие-то отдельные элементы, отдельные символы. Но это всегда свет божественный, свет говорящий, свет, который показывает нам больше, чем видимый образ. Каждая картина Рембрандта достойна отдельного разговора. Для нашего же сегодняшнего исследования я выбрал интереснейшее полотно под названием «Неверие апостола Фомы». Это совсем небольшая по размерам, но значительная по замыслу картина выполнена не на холсте, а на квадратной доске 50 на 50 сантиметров. Хранится она в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Картина «Неверие апостола Фомы» относится к периоду шумного успеха Рембрандта в первые годы жизни в Амстердаме. Год написания 1634, то есть год Женипы, мастера. Именно тогда он завел свою мастерскую. Рембрандт изобразил известный евангельский эпизод, подробно описанный Иоанном Богословом. Уже позади жестокая казнь Спасителя, прибитого огромными гвоздями по рукам и ногам к кресту. Христос умер гораздо раньше, чем обычно это происходит с распятыми, и римский солдат пронзил его бок копьем, чтобы угасить последнюю искру жизни Иисуса, даже если таковая еще тлела в его теле. В тот же вечер он был погребен, а на третий день Христос восстал из мертвых и явился потрясенным ученикам, показав свои раны во удостоверение того, что перед ними действительно их живой учитель. Апостола же Фомы при этом не было. И когда остальные апостолы поведали ему о случившемся, тот отказался им верить, заявив, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Спустя несколько дней Иисус снова явился ученикам. На сей раз и Фома был с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Рембрандт приближает действующих лиц настолько близко к зрителю, что они, частично загораживая друг друга, занимают в то же время почти все видимое внутри рамы картины неглубокое пространство. Оно со всех сторон окружает их непроницаемой коричнево-бурой мглой. И лишь эти 13 человек, окружившие Христа, освящены нежным, таинственным светом. Мы видим Иисуса, стоящего дальше всех от нас и всех выше, на верхней из трех ступеней, басого, обращенного к нам лицом, раскрывающего белую одежду на груди. Именно его фигура посылает в окружающее пространство то самое загадочное желто-зеленое освещение. Этот свет выявляет главное событие, оттеняет позы персонажей и их мимику, делая еще более выразительными изумленные и испуганные лица апостолов. Для Рембрандта подобный прием не нов. Присущая его кисти игра света и тени передает внутреннюю динамику момента, его необыкновенно волнующий характер. Христос тихонько приподнимает левой рукой ткань на груди и указывает правой рукой на след смертельного удара копьем в сердце. Обратив благосклонный лик к Фоме, Иисус предлагает ему сделать то, что тот собирался сделать при встрече, коснуться ран учителя, дабы удостовериться в правоте слов друзей. Поразительно, как Рембрандт передает впечатление Фомы от увиденного. Целая гамма эмоций на лице апостола. Это и страх, и благоговение, и раскаяние, и первые лучики радости, готовые наполнить сердце Фомы, уже начинающего осознавать реальность воскресения своего любимого учителя. Остальные свидетели чуда застыли в разнообразных позах, еще не лишенных театральности, но окрашенных внутренним беспокойством, любопытством, удивлением, ужасом. Апостолы привстают на цыпочки, нагибаются, вытягивают или втягивают шеи, раскрывают рты, таращат глаза, опускаются на колени. Среди них две женщины, возможно, Дева Мария и Мария Магдалина. Мы также видим человека, который не смотрит на воскресшего учителя, но при этом руки его сложены молитвенно. Возможно, это прообраз тех блаженных людей, которые никогда не видели Христа, но уверовали в Него всем сердцем. Снизу этот персонаж загорожен фигурой, по всей видимости, спящего ученика. Несмотря на то, что сцена с Христом очень ярко освещена, не все ее видят. Этот спящий апостол как бы выпадает из общего впечатления картины. Возможно, Рембрандт пытается донести до зрителя ту мысль, что хотя созерцание чуда доступно всем, но человек должен быть готов увидеть его, должен открыться для чуда, пробудившись от духовного сна. Итак, Христос предлагает Фоме вложить палец в его рану. Еще миг, и апостол признает спасителя. Рембрандт блестяще передал этот самый момент. И сделал он это по-своему, не так, как многие другие художники, живописавшие эту сцену. Как правило, Фому рисовали протягивающим руку к груди Христа, пристально вглядывающегося в его рану. У Караваджа, например, изобразившим этот сюжет на 30 лет ранее Рембрандта, Фома смело вкладывает руку в ребро Христа, не заботясь о том, насколько это может причинять боль. Однако в Евангелии не сказано, что Фома привел в исполнение свое изначальное намерение. Верно, столкнувшись с чудом, он отнесся к нему с величайшим трепетом и благоговением. Фома у Рембрандта всматривается в глаза своему дорогому учителю, а вовсе не на его раны. Без сомнения, это те самые глаза, полные любви и мудрости. Разве есть на свете еще такие же глаза? Не нужно больше никаких доказательств, Он воскрес! Какое счастье! Потрясенный Фома отшатывается и, переступая босыми ногами с одной ступени на другую, не в силах оторвать глаз от Иисуса, восклицает «Господь мой! И Бог мой!» Так не обращался к Христу еще никто из апостолов. Однажды Петр назвал Иисуса Сыном Божьим, и это была чистая правда, но Фоме открылось еще больше. Иисус не только Божий Сын, но Он и равен Богу, Он Бог! Да разве и может быть иначе, коли Он восстал из мертвых? Фома первым догадался, что воскресение Иисуса – прямое доказательство Его божественной сущности. Более того, Фома обратился к Спасителю со словами «Господь мой! И Бог мой!» Подчеркивая свои отношения с Христом как со своим личным учителем, личным спасителем, Богом. После такого исповедания уже не хочется называть Фому неверующим. Даже если он и был таковым, то отныне его вера тверда, как гранит. Впрочем, и до этого его неверие не было упрямым нежеланием признать свидетельство очевидцев. Возможно, это неверие как раз-таки происходило от жажды веры. Быть может, он подвергал сомнению слова друзей, потому что их слов, их радости, ему было недостаточно. Ему нужна была реальная и личная встреча с Господом, а не слепое исследование чьим-то убеждениям. И Христос, наверное, потому и явился Фоме, что видел его неравнодушие, жажду веры. Да и любой, кто жаждет уверовать, познать истину, лично повстречать Христа на своем жизненном пути, никогда не останется без ответа. Иисус всегда откликнется и откроется человеку, так или иначе. Должно быть, и Рембрандт хорошо понимал эту истину. Иначе как бы он смог столь проникновенно поведать нам о чудесной встрече Фомы и Христа? Еще будучи ребенком, Рембрандт регулярно слушал библейские рассказы в кругу семьи, внимал церковным проповедникам, был прекрасно знаком с христианским вероучением. И все же ему, как и любому из нас, непременно нужна была своя личная встреча с живым воскресшим Христом, свое собственное возвращение к небесному Отцу. Субтитры создавал DimaTorzok